Чёрное тело, вот сегодня о нём пойдёт речь. И что она такая за штука, это абсолютное чёрное тело? Что удостоилось такого внимания, чтобы ей отдельную передачу посвятили? Это вообще совершенно замечательный объект, абсолютно чёрное тело. Это вот на излёте существования классической физики, значит, в последней четверти 19-го столетия, они доизучивали всякие пустяки, как тогда казалось, потому что основные принципы казалось уже ясны. И вот один из таких случаев это было излучение, излучение тел. Ну, сказать тепловое излучение, в общем-то, это правильно. Тепловое излучение тел. Вот попробуйте разогреть железяку какую-нибудь. Можно разогреть, говорит, до красного коленя, до белого коленя. Они слышали наверняка такие слова, которые, ну, вошли в такой вот оборот слова. Ты меня нагрел, до белого коленя, вот жену мужу говорит, что не купил я кефира вовремя. Что-то в этом роде. Вот. Ну, на самом деле, это вот действительно вот такой факт. Если разогреть очень сильно предмет, но если при этом он не разрушится, не сгорит, ну, а железо не разрушится и не сгорит, то он будет светиться. Вот он светится, потому что он горячий. Ну, давно известный, избитый, скажем так, пример, горячий утюг или горячая батарея парового, водяного отопления, она тоже, значит, излучает в тепловом диапазоне. Она излучает тепловые лучи, невидимые глазу. Ну, значит, могут нам показать картинку, или могут даже через тепловизор дать посмотреть. Тепловизор – это такая штука, которая принимает, строит изображение в тепловых лучах, и потом нам его показывает уже в видимом диапазоне. Ну, в принципе говоря, есть такие устройства даже на видеокамерах. В видеокамерах называется ночная съемка. Включаете источник теплового излучения, выглядит он очень скучно, как некая такая вот красная что-то такая вот поверхность на этой видеокамере, вот на моей, по крайней мере, такая красная поверхность из пластмассы, темно-красная, и вот, оказывается, под ней находится излучатель теплового, значит, излучения, инфракрасного излучения, который вот позволяет этой видеокамере, а видеокамера принимает это излучение. Вот в темноте снимают какие-нибудь букашечки, таракашечки, крысы бегают И не подозревают, что их снимают Потому что вот темно, им кажется Вот такой вот прихват есть Вот, то есть тепловой... Да, и можете утюг горячий в этом тепловом излучении Значит, сфотографировать или заснять на видеокамеру Видно, как он излучает, горячий утюг Или горячая батарея излучает Вот такие вот объекты То есть тепловое излучение вот тоже существует То есть любые предметы, независимо от температуры Все равно что-нибудь излучают Установленный такой вот факт Вот он, факт установлен Оказывается, тела Это экспериментально установили еще в ту пору В ту пору романтическую, значит, в 19-м столетии Излучают с разной интенсивностью В разном диапазоне волн в зависимости от температуры Чем горячее тело, тем, во-первых, оно больше излучает И, во-вторых, тем, так сказать, голубее свет То есть тем короче длина волны То есть чем, значит, у нас такой порядок Длинные волны, это красные Короткие волны, голубые Совсем короткие, там, ультрафиолетовые Рентгеновские Гамма-лучи, это вот ультракороткие Волновые излучения А очень горячие, значит, очень, простите Очень длинноволновые, это, значит, красное Инфракрасное Потом, значит, есть такой вот диапазон, который где-то между Классическим инфракрасным и радиодиапазоном находится И, наконец, начинается радиодиапазон И вот вплоть до вот этих вот длинных волн, там, сотни метров Вот такие вот, это вот Которые радиоприемники уже принимают Это все вот излучение Единый спектр электромагнитных волн Так вот это называется, слово ученое Ну, вот такая вот замечательная, кажется, штуковина Ну, естественно, интересно поизучать Излучение тел Горячих, это просто Это просто изучать излучение горячих тел И вот есть такое понятие Абсолютно черное тело Знаете, что это за штука? Сейчас объясню Значит, поставим, так сказать, мысленный эксперимент Мысленный эксперимент Это значит так Есть некая полость Со всех сторон закрытая Стенки Стенки при температуре какой-то находятся Т Внутри этой полости, где-то, так сказать, в пространстве Висят, разбросаны, не знаю, что делают Предметы Тела Тела все эти находятся Тоже при температуре, кстати говоря, при той же самой Т И вот они находятся в равновесии с излучением Называется так Посмотрите, каждое тело излучает Оно излучает тепло Чем, значит, тело горячее, тем больше оно излучает Излучает И часть тепла, оно, это тело, то есть поглощает Есть такое понятие, коэффициент черноты Надо сказать, что вот это Это сейчас я про него скажу Вот эти тела, которые в равновесии с излучением находятся Они сколько излучают, столько и поглощают Вот представьте себе, тело такое Идеальное, 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 так сказать, зеркальное Ну, почти зеркальное Которое ничего не поглощает Свет не поглощает Весь свет оно отражает Вот что, значит, коэффициент черноты Какую долю падающего на тело излучения тело поглощает Вот если, по нашим понятиям, черное, черное тело Все поглощает Весь свет оно поглощает Ну, вот действительно, замечательно Весь свет поглощает Весь, что на него упал Всю лучистую энергию оно поглотило И излучило оно ровно столько же лучистой энергии Вот какая вот у нее ситуация То есть, находясь в тепловом равновесии С окружающим, значит, миром Тела сколько поглощают, столько излучают Особенно хороши абсолютно черные тела Это немножко абстрактная вещь, которую, однако, очень легко реализовать на практике Немножко абстрактные почему? Даже такие вот, по нашим понятиям, очень черные тела Как, например, сажа Зачерненная какая-то там поверхность Там, как это называется, чернь, да? Не чернь, в смысле, так сказать, народ, как раньше называли Такой всякой чернь Тут будет меня учить Иван Васильевич Грозный Говорил А чернь, это вот когда чернят металл Металл так красиво, зачерненный Вороненый сталь, например, да? Тоже черная вещь Кстати, для чего воронят стволы пулеметов, например? Или стволы автоматов, кстати, для чего? Это интересно Для двух целей вообще, на самом деле Одна цель, чтобы не блестело на солнышке И, так сказать, враг издалека не заметил приближающуюся смертельную опасность А с другой стороны, чтобы это было как можно более абсолютно черным телом Вот так вот Чем бы там ни чернили, ни воронили Тело абсолютно черным не будет Часть энергии, часть в каком-то спектре Она все-таки будет не все поглощать Так уж получается Ну, извините Но сделать абсолютно черное тело Пару пустяков Я даже видел такое абсолютно черное тело Значит, это берется тело И в нем делается дырочка Ну, тело имеет в виду пустое внутри Изнутри его, конечно, основательно зачерняют Зачернили изнутри И вот когда луч света в это тело попадает Он уже наружу не возвращается Ну, упал он на стеночку луч света На стеночку внутри этого тела Поглотился, отразился Ну, рассеялся, может быть, частично Да, что-то поглотилось, что-то рассеялось Рассеянные лучи опять упали внутри этого тела Опять они, значит, что им деваться Поглотились и частично рассеялись И так каждый раз почти все поглощается Чуть-чуть рассеивается И поэтому от этого чуть-чуть Почти ничего не остается То есть наружу не выходит Вот обычно в учебнике физики Такой пример приводят Вот, говорит, посмотрите в яркий солнечный день На, ну, вот издалека, конечно, лучше смотреть На какой-нибудь дом, в котором открыто окно Вам внутренность комнаты Так, можно сказать, да? Комната будет казаться очень темной Вы там ничего не разглядите Тут, правда, два эффекта складываются С одной стороны нам Перегружает наши фотоприемники Вот световое излучение дня, да? От неба, от стен дома отражает свет, да? Это с одной стороны А с другой стороны, действительно Свет, попавший в комнату Он там, в общем-то говоря, рассеивается Находясь в комнате, вроде как Все видно там нормально, да? Ну, во-первых, смотреть не мешает Свет, падающий снаружи Каждый фотограф знает, что снимать даже Ярким летним днем в комнате Ну, в общем-то говоря Выдержку приходится делать, так сказать, больше Да? И диафрагму открывать шире И пленку, бывает, использовать нужно более чувствительную Ну, вот Дети моей эпохи, которые Все повально увлекались фотографией Ну, если такие были Вот, хорошие дети, примерные Вот, все мы фотографировали Всех у нас были фотоэкспонометры Все мы знали, как померить освещенность С помощью экспонометра И видно было, что на улице освещенность гораздо выше Значит, чем внутри комнаты Само по себе Ну, и плюс к этому Еще из комнаты выходит мало света Потому что он внутри все рассеивается И сам себя весь освещает Ну, такой пример Очень примитивная модель Вот этого абсолютно черного тела технического Который использовался Использовался в том числе Вот в том вот веке Мне показывали модель абсолютно черного тела В школе, сделанную из бархата Вот внутри все было бархатное И дырочка такая была И там вот этот черный бархат Все внутри было оклеено Ну, такое тело, конечно, нельзя разогреть до температуры Как вот здесь на картинке показано 2000 градусов Кельвина, например Да, или там 1600 градусов Кельвина Был открыт такой закон Закон, который утверждает Что интенсивность излучения Абсолютно черного тела Абсолютно черное тело, значит, еще и излучает В зависимости от температуры Вот держит тело при постоянной температуре Оно излучает Интенсивность излучения черного тела Пропорциональна четвертой степени Вот этой вот абсолютной температуры Вот тут 2000 градусов Возведите в четвертую степень Получится два... Так, 16 триллионов получится Вот это получается 16 триллионов Площадь... Значит, ну вот четвертая степень температуры 16 триллионов А вот это число возвести в четвертую степень Получится что-то такое там типа 6 триллионов Или 7 триллионов Вот где-то так вот 7 триллионов А тут 16 триллионов Ну вот видите, соотношение так примерно выдерживается Между площадью под этой кривой И вот под этой вот кривой Вот так примерно оно и выдерживается Значит, ваты на кубический метр Вот это вот плотность теплового излучения Которая при той или иной температуре устанавливается То есть это плотность теплового излучения Внутри вот этого вот абсолютно черного тела Полость, да? Значит, в чем идея вот этого эксперимента От мысленного эксперимента к реальному при подходе Значит, такая железяка Зачерненная изнутри И нагретая до температуры 2000 градусов Кельвина Ну, это почти 2000 градусов Цельсия Без 283, да? Значит, 1727 градусов Цельсия Такая вот температура Вот И вот внутри него, значит, излучение Плотность его там получается Ватты на метр кубический Интенсивность излучения такая вот В зависимости от длины волны Вот, значит, и температуры Вот такая плотность излучения Ватт А, так, значит, ватт на метр квадратный Это излучательная способность И делить на метр на длину волны Вот почему Это излучение ватты Излучающиеся единицы поверхности Это абсолютно черного тела Вот они вот там вот внутри вот собрались Там, соответственно, организовали Какое-то, значит, и через дырочку Мы за ним наблюдаем Мерим интенсивность Ну, не мы, а ученые 19 века Вот получили такой закон Закон был, в общем-то говоря Немножко Требовал себе объяснения Но, во-первых, практически Практические следствия из этого закона Значит, если выбрать тело Не абсолютно черное То есть то тело, которое не все поглощает Что излучает Что же тогда получится Вот представьте, зеркальное тело Коэффициент черноты 0 Ну, если хотите, можно вести Коэффициент светлоты, да? Единицы То есть все, что упало Оно просто отразило на него Весь свет, который падает Весь отражается Что оно будет излучать? А ничего, 0 У нее излучательная способность Получается 0 Вот удивительно связано Получается коэффициент отражения И коэффициент излучения Таким вот образом То есть он просто Все, что на него упало Отразил, ничего не поглотил Чем тело более светлое Тем оно хуже излучает тепло И вот поэтому Вот такой факт Который Почему-то никто не хочет Особенно воспринимать Если трубы водяного отопления Окрасить черной краской Они наилучшим образом Будут обогревать помещение Воронят стволы Автоматов, пулеметов И разных других Значит, объектов Покрывают, так сказать, черной краской Детали, которые должны охлаждаться Там у паровых машин У тепловых двигателей Красят черный цвет Для того, чтобы они лучше Излучали тепло Лучше охлаждались У этих изделий Каковыми является, например, автомат Или там пулемет У них, значит, проблема С перегревом ствола Всегда угрожает их работе Значит, надо отдавать тепло Как можно сильнее Вот, значит, один из каналов Отдачи тепла Это излучение Чернота поверхности Это вот самое вот то Значит, ну, нас учили в школе Есть теплопередача Вот путем контакта Да, теплоперенос такой Теплопроводность За счет теплопроводности За счет конвекции Конвекции Конвективные потоки Вода, воздух или вода Нагревается И более легкая В нагретом состоянии поднимается А иногда бывает Если нагревают ее там Там что-нибудь При низких температурах То нагревшись Значит, скажем, там От одного градуса до трех градусов Она становится тяжелее И опускается вниз Таким образом Прогревает глубинные слои океана Вот такой процесс, например Происходит где-то там вот В холодных водах Там вот так вот получается Такой вот нагрев Значит, нижних слоев Океана За счет опускания туда Холодной воды Которые А там она еще холоднее Все равно Ну вот Вот такие вот дела Стали пытаться объяснить Взялись за это дело Лучшие умы Того времени Да, кстати, договорю вам А если вы не хотите Чтоб что-то охлаждалось Ну, например Несете Горячую воду По трубопроводу Откуда-нибудь там Из котельной Значит, в дом И в жилой дом И не хотите Чтобы по пути Это все охлаждалось Такие изделия Такие сооружения Вообще-то говоря Существуют Они попадаются на глаза Нельзя сказать Чтобы они очень Украшали город Но они существуют В некоторых местах И обратите внимание Все эти трубопроводы С горячей водой Они обернуты Такой, значит Блестящей Фольгой Что-то такое Такое Называется Это изделие Фольгоизол Там слои Значит, битума Для прочности И снаружи Вот фольга металлическая Она вот хорошо Излучает Свет Хорошо отражает свет Простите И поэтому Он не излучает тепло Она только отражает Вот такие вот вещи То есть хотите Вы Избежать Излучения Тепла Значит Надо покрывать Белым цветом Кстати говоря Жители пустынь Да Вот такие классические Там Бедуины Всякие там Туареги Обратите внимание Как они одеты Они одеты Во все черное Это не от того Что они Значит Вот Не хотят Чтобы им было прохладно Хотят еще поднагреться Нет Они хотят отдать тепло Они хотят находиться В равновесии В тепловом Вот с окружающим миром Иначе не перегреются Дело в том Что для них Единственный способ Отдавать тепло Это отдавать тепло С помощью излучения В их условиях У них температура воздуха Больше чем 36-60 градусов И поэтому За счет Просто теплообмена Они просто нагреются У них два способа Испарять с поверхности Воду С поверхности кожи Воду Ну А воды В пустыне Между прочим Не напасешься Для этого дела Вот То есть Пить воду И потеть Испаряя ее А другой способ Это излучать тепло Вот они его и излучают Будучи закутаны Во все черное Кроме всего прочего Черная ткань Не пропускает Солнечные лучи К телу И не создает Значит Ожогов Все эти наши Белые кепочки Белые рубашечки Они Значит Весьма Прозрачны Для света По этому поводу Значит Есть одна из историй Что приобрело Человечество После победы Над нацистской Германией Во второй мировой войне Значит По крайней мере Наша советская Хотела сказать Военная индустрия Да Ну в общем-то Да Позаимствовала У немцев Секрет Краски Для Для обмундирования Потому что Тогдашние наши Красители Они выцветали На солнце Значит Они разлагались Под действием Излучения солнечного Да И поэтому Такие Так сказать Значит Выцветшие Гимнастерка У солдат Это вот типичный Такой вот Объект А сейчас Оно совсем Не так Выцветает Хорошо Вот эти вот Краситель Который В ткани Значит Защитной ткани В защитного Обмундирования Да Находится Он поглощает Хорошо солнечные лучи Это по-моему Из хорошей ткани Сделана Так сказать Шапочка Не пропускает солнце У меня видите Голова какая Да Если я одену Белую шапочку Белую кепочку Залучит солнце Она будет сюда Вот проходить И она будет загореть Все что в кепке Что без кепки Я вас уверяю Даже без кепки Лучше Потому что охлаждаться Будет воздухом Хотя бы Голова Для меня Это охлаждение головы Это так сказать Жизненно важная Задача Я много думаю Вот о вас О зрителях Поэтому много Тепла там выделяется Вот А Если купить Такую вот Хорошую Защитную Знаете Вот есть такие Панамы Которые Советские Солдаты Носили в условиях Там Среднеазиатского Климата Да Вот там где нибудь При ярком солнце Вот такой Панами Вот Она очень хорошо Защищает Плотная Ткань Защитного Цвета Темная Наилучшая Защита От светового Излучения Солнца В жаркий день Вот между прочим Да Против того что Обыкновенно На день беленькая Да беленькая Она все пропускает Я вас уверяю Ну ладно Вернемся К лучшим умам Последней четверти 19 века Ну лучше Мы думали так Значит Природа Излучения К тому времени Уже была ясна Электромагнитная волна Электромагнитная волна Так Есть такой Вот Термин Значит Помните Мы говорили с вами О Газе Газ Значит Состоящие Из Идеальных Атомов Шариков Таких И вот Они у нас там Движутся Болтаются У нас на каждую Их степень Свободы Приходилась Одна вторая КТ Если вы помните Да КТ Энергии Одна вторая К Константа Больцмана Т Абсолютная Температура И вот Подумали Ну вот смотрите У нас Скажем В этой В полости Покрытой Чернотою Абсолютной Черной Полости Устанавливается Равновесие Значит Получается Что Равновесие Между Заполняющим Полость Тепловым Излучением И Самим Этим Вот Телом Значит Сколько Излучается Столько И Поглощается Поверхностью Тела Абсолютно Черного Вот в таком Состоянии Равновесие Равновесное Излучение Абсолютно Черного Тела Это называется Горячего Такого Абсолютно Черного Тела Это Вот все Излучает Себе Излучает Находясь При этой Температуре Так Ну кстати Говоря Если тело Подогревать То оно Вот как Солнце Например Его все время Изнутри Подогревает Термоядерная Реакция И оно Излучает 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 И конечно Оно не Находится В равновесии С окружающимися Его планетами Холодным Космосом Мы совсем Не столько Излучаем Мы все Планеты Солнечной Системы Чтобы Поддерживать Солнце В таком Нагретом Состоянии Это Благодаря Термоядерным Реакциям То есть Это Когда батарея Парового Отопления Работает Проточная Вода Горячая Вот она И приносит Все время Новое Тепло И Несмотря На то Что Комната Не находится При температуре Потрогая Оборжешься Но Все равно Она Излучает И излучает Это тепло Как абсолютно Черное тело Если Черную краску Покрашена Эта самая Батарея Ну так вот Вот значит Эти ученые Давайте Рассмотрим У нас Был такой С вами Пример Брали мы Кубик Пространства Кубический Такой Сосуд В котором Бегали Молекулы Решили Что молекулы Бегают В разных Направлениях Вот так 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 В равных Количествах Ну Кстати Говоря Более Строгое Рассмотрение Когда В любых Направлениях Двигаются Молекулы Тот же Самый Результат Да Тут удивительно Но Ну так уж Получается Так устроена Математика И здесь Решили сделать То же самое Вот Трехмерное Пространство В нем Устанавливаются Стоячие Волны Говорят Они В излучении Стоячие Волны Колебательный Процесс Помните У нас Такое Слово Длина Волны Излучения И вот Значит Сколько Раз Длина Волны Излучения Уложилась Получилась Стоячая Волна Под разными Углами Можно Пускать Представьте Двухмерный Случай Это вот Так Две Ну две Поверхности Этого самого Абсолютно Черного Тела Пустого Внутри Вот Внутри Вот этого Вот Полость В абсолютно Черном Теле Заполненная Излучением Я вот Немножко Задерживаю Дыхание Хочу сказать Правду И не говорю Я говорю Просто Излучением Не всю Правду Договариваю Сейчас вы В конце Узнаете Всю Правду И вот Они Так Вот Стоячая Волна Установилась Когда у вас Двухмерный Случай Уже Стоячие Волны Могут Еще под Разными Углами Двигаться Трехмерный Случай Это вообще Билибердак И вардак Из этих Самых Волн Такое Нестрогое Популярное Изложение В учебнике Общей физики Вот этого Вопроса Занимает Страниц 15 Популярно Так Математически Объяснили Ну теперь Поняли 15 Страница Спрашивает Автор Ну поняли Говорят Студенты Вот Ну вот так Вот такая Ситуация И вот Это рассмотрение Провели Рилей и Джинс Два таких Великих Физика И получили Интересный Результат Результат Был очень Интересен Чем же Он был Интересен Оказалось Что формула Рилей и Джинса Они говорили Так Вот каждое Каждое колебание Установившееся На каждую Вот такую Стоячую Волну Приходится Значит КТ Энергии КТ Ну как хотите У нас вот помните Было такое Вот когда На колебательной Степени Свободы В молекуле Да Когда колеблется Она приходилась Целая часть КТ Энергии Ну а тут Они взяли По одной Второй КТ Приходится На каждое Колебание На электрические На магнитные Хотите Просто Ну вот такая Вот у них Была идея Она сработала Она сработала И очень хорошо Описывала Результат При коротких При Ну при При низкочастотных Колебаниях При высоких Длинных Волн Вот здесь Вот здесь Все хорошо А потом Отклонение От результатов Вот Это вот отклонение Стремится к бесконечности Получается Получается что Плотность излучения При стремлении Длины волны К нулю То есть частоты К бесконечности Стремиться к бесконечности То есть у нас Все что излучает Должно излучать Со страшной силой Там я не знаю Ультрафиолетовая Рентгеновская Гамма Квантовая Такой вот Штуковины Почему Ну потому что Вот представьте себе Ну вот такой вот Отрезочек Да Сколько у него Может уложиться Длин волн Вот равной Этой длине Ну одна Длина волны А половине Две А одной миллионной Ой Там что-то много Да И чем короче Тем больше Волн этих укладывается Понимаете Тем больше стоячих Волн Можно организовать Значит Чем короче Длина волны На том же самом Отрезке На том же самом Промежутке И вот в этом Это был парадокс А делали все строго Все на Все на Тик-тик Ни комар нос Не подточит И получилось то Что называется Ультрафиолетовая Катастрофа Ультрафиолетовая Катастрофа Это значит Вот это вот Отличие Формулы Вот она видите Тут пошла Кверху Да Вот Давайте покрупнее Покажу Ух Куда полетела Да Вот это Ультрафиолетовая Катастрофа Называется Потому что Явно совершенно Отличается От эксперимента Да От здравого смысла Не может у нас Холодненькое тело Излучать Ультрафиолетовое Излучение Прямо все Весь пепеляя Вокруг себя Не может Не может И вообще Бесконечные Интенсивности Излучения Это что-то Ну не из физики Да Пусть он голубым Цветом светит Но умеренно Ну хоть так В меру А он Безмерно Паяет То есть Никак нельзя Ему вообще В равновесие Это включиться Никак нельзя Это улучшить Потому что Бесконечность идет Бессмыслица Все эти вот Расходимости Как их называют Математики Бесконечности Они погубили Очень многие Хорошие теории Ну теории Значит недостаточно Хороши были Чтобы их не погубили Эти бесконечности Что делать Пришел Человек по фамилии Макс Планк Это очень удивительный Человек был В частности Как-то так Он очень был Завязан Как-то Его присутствие Часто было завязано С эффектом С законом Пуассона Появления Случайных событий Вот Всегда В его присутствии Много неприятностей Происходило Вот Всякие В лаборатории Случались Поломки Однажды Через какой-то Город Он проезжал И как потом Оказалось В момент Когда он Через этот город Проезжал На каком-то Химическом заводе Взорвался Баллон Огромный Вот Ну вот Все как-то Так вот С ним Получалось Это просто Чистое совпадение По-сомски Поток событий Так вот Он У него Его посетила Совершенно гениальная мысль Мы бы не знали Бо В его таком Вот свойстве Притягивать к себе Говорить Нехорошие события Всякие Это я конечно Немножко в шутку Говорю Но был такой факт Совпадение Вот Если бы Не его придумка Он придумал Следующее Вот Говорит Допустим Чтобы Чтобы спасти Вот эту теорию Релея Джинса Допустим Говорит он Что излучение Происходит Порциями Энергия Излучается Порциями Не вот тебе просто Вот как волна Электромагнитная Сколько хотите Только ее и дадим Да Хотите побольше Чуть-чуть Давай чуть-чуть Побольше амплитуду Возьмем Еще чуть-чуть Побольше И чуть-чуть Побольше Он говорит Нет Порциями Строго излучаются Порциями Причем порции Этой энергии Пропорциональные Частоте Вот Частоте Хотите Частоте Просто обычной Значит герц Хотите Родиана Делить на секунду Вот тут Дана формула В которой Энергия Порция Излучения Которую Прозвали Квантом Вот Она связана С Круговой Частотой Как говорят Родиана Делить на Секунды 2пи Родиан Во сколько-то Секунд Это вот Будет Как раз Та самая Угловая Частота Вот это вот Постоянная Планка Постоянная Планка С чертой Вот черта Если бы здесь стояла Обычная Частота Ню То есть Единица Делить на Т Это было бы Без черты Ну Отличается На множитель 2пи Друг от Дружки Постоянная Планка И ее Высота Так вот Шутили В мое время Умные Школьники Которые Про постоянную Планку Что-то Знали Он говорит Излучается Порциями Тогда ему Удалось Совместить Две вещи С одной стороны Вот эту вот Идею Релея Джинса Уложенных В пространстве Полости В абсолютно Черном теле Стоячих Волнах А с другой С другой стороны Идею О том Что Скажем Излучить Порцию Энергии Получается Вот Ну Распределение Больцмана Помните То есть Все должно Подчиняться Распределению Больцмана Вероятности Вот кстати Хочу вас Познакомить С этой самой Величиной Постоянной Планка С чертой Вот 10 Минус 34 Джоули Умножить На секунду Вот такая Вот величина Не делить На секунду Тогда были бы Ватт А Джоули Умножить На секунду И вот Вероятность Излучения Это Избольцмана Следует Пропорционально Вот чему Должна быть Энергия Делить На КТ Вот мы Излучаем Сколько-то Дос Энергии Н Дос Энергии Вот Н штук Энергии Хотим Излучить И соответственно Вероятность Излучить Одну порцию Энергии Она Больше Чем Вы излучите Две порции Энергии То есть Вероятность Сколько-то Энергии Излучить Вот так Она Помните У нас Была Такая Для Термодинамику Говорили Статистическую Физику Там Получалось Так Что Вероятность Попасть Системе В состояние С Энергией Какой-то Некой Обнаруж Частички Иметь Какую-то Энергию Оно Пропорционально Е в степени Минус Энергии Делить На КТ Чем Горячее Тем С большей Вероятностью Занимает Это Высокое Состояние А тут Получается Что порциями Излучать Меньше Вероятность Понимаете В чем дело Он убрал Вот эту Ультрафиолетовую Катастрофу Значит Если у вас Синенькое Излучение Синенькое Излучение То оно С меньшей Вероятностью Излучается То есть Оно может Излучаться Пожалуйста Но с меньшей Вероятностью Ну вот Что такое Вероятность Вспомните Вот Вероятность Меняется От нуля До единицы Ноль Это невероятно Вообще Единица Обязательно Наступит Значит Когда кто-то Говорит Значит Стоп 200% Я на тебя Женюсь Это вранье 200% Это невероятность Значит Вероятность Это на самом деле От нуля До единицы Вот 100% Это я на тебя Женюсь Это разговор А так Это не 200% Это отговорка Вот такие Вот дела Значит Что значит Еще Вот у нас Вероятность Нескольких Процессов Есть Выпасть Орлу Или Решки Да 05 И 05 В сумме Должны быть Единицы Ну если вы Еще хотите Принять Значит Вероятность Встать на Ребро Ну какая-то Маленькая Вероятность Добавьте Значит Убавив От 05 Вот этих Вот В сумме В сумме Все возможные Исходы Эксперимента Должны Составлять Единицу Их вероятности Да Только вот И здесь Можно Можно излучить Не одного Кванта Этой энергии 1 2 3 4 5 1 Бесконечное Количество Значит Суммарная Вероятность Всех Этих Излучений Должна равняться Чему Единице Что-нибудь Доизлуч Либо Ничего Либо Что-то И вот На этот счет Формула Есть у нас Хорошая Про которую сейчас хочу и поговорить Значит Это называется Нормировочный множитель Вот Поглядите-ка Вот наверху Тот самый Значит Коэффициент Пропорциональности Это о котором я говорю Если все эти вероятности Сложить Все эти ПН Что получится То сверху получится Вот такая сумма Да Вот такая сумма Когда мы все сложим П От нуля От единицы От двух Вот Вот такая же сумма Вот такую же сумму На такую же сумму Разделить Получится единица Что-нибудь Доизлучится В том числе Например Ничего От нуля Вот Вот это вот суммирование Кстати говоря Суммирование Это по-моему Кончается Достаточно Хорошо В том плане Что получается Убывающая Геометрическая Последовательность И все Весь вопрос Там решается Ну да Давайте вернемся В случае прежней формули Это так Мы немножко вперед Забегаем Хорошо Верно возвращаемся Так Ну вот Что получилось Спасли всю ситуацию Таким образом А строгое Вот это вот Рассмотрение Дало Картину Излучение Такого Идеально Идеально Описывающего Излучение Абсолютно Черного Тела Все Пришло В согласие Но Появился Маленький Пустяк Как это так Энергия Излучается Порциями Это очень Сильное Было утверждение Во-первых Необычное Утверждение Ломавшее Напрочь Всю Устоявшуюся Теорию Электромагнитного Излучения Вот это вот Вся волновая Теория Ломалась Напрочь Что называется Получалось Как бы Дорожка В сторону Такого Ньютонианства Ньютоновской Теории Корпускул Цветовых Каждый Корпускул Какую-то Энергию Несет Отдельно Вот Чем Энергия Кванта Вот этого H умножить На омега Не энергия Этой Корпускулы Частички Излучения Вот это Вот волновой Вот тут Надо Привыкнуть Нельзя понять В принципе Как это так Одновременно Нельзя понять В принципе Исходя из наших Вот таких Бытовых Классических Классических Наблюдений Наблюдений Из области Классической физики Вот из Макроскопического Мира Там все Другое Там надо Привыкнуть К этому чуду У них по-другому Вот Вот Ну вот У нас Положено Брать вилку В левую руку В правую Нож Резать по кусочку И есть Потому что Как говорят Французские Гурманы Когда вы Нарезали много Кусочку Как американцы делают Они вот так взяли Нарезали много Кусочек Потом Нож положили Вилку в правую руку Взяли Америка Северные Вот меняется Поле Со светом Проводил его известный наш физик, именем которого назван физический институт Академии наук имени Лебедева, Петра Лебедева. И опыт был такой, тоненькие частички тоненького помола песочек сыплются, на него фокусируется мощный пучок излучения от дуговой лампы. И эти частички, падая в вакууме, несколько отклоняются в свою траекторию, испытали давление света. Ну вот разные другие есть хитроумные способы, вплоть до какой-то такой тончайшей крыльчаточки, которая начинает вращаться под действием света. Вот усекли это давление света. Ну вот по поводу того, как же все-таки открыли кванты света, фотоны, это в другой раз. А вот мы затронули очень важный пласт теплового излучения. С помощью теплового излучения что только не исследуется. Ну, например, можно исследовать температуру тела на расстоянии. Это очень важно. Ну, значит, есть такие, так сказать, пирометры оптические. Очень просто устроенная вещь, в принципе, да? В принципе, очень просто устроенная, значит, так сказать, вещь. Наводите, да, вот этот пирометр на тело, температуру которого хотите измерить. Ну, например, куда-нибудь там впасть, как это называть-то, впасть огнедышащей печи. Вот так вот, да? Вот, навели туда, а вот так вот пирометры так вот устроены. Вот вы сюда глазиком смотрите, окуляр называется, наводите. Тут объектив. Объектив, значит, собирает тепловую энергию, а тут вот термопара. Термопара, которая, значит, зачернена, как положено, нагревается. Ну, и получается, вот тут, значит, гальванометр, значит, прибор стрелочный, или теперь можно цифровой ставить, теперь уж модно стало, который регистрирует напряжение, которое на этой термопаре возникает. А вы знаете, есть такой эффект, что при нагревании спая двух разных металлов возникает, значит, разность электрических потенциалов, которые вот измеряют этим прибором. Ну, или ток там будет протекать. Или разность потенциалов. Ток через фиксированное сопротивление какое-то. Вот, то есть, вот эта вот величина должна будет, мы ее можно проградуировать, зная вот конкретные нагретые тела. нагретые тела, так вот температуру магмы измеряют. В принципе, теми же самыми способами измеряется и температура, температура тел удаленных от нас в космосе, которые находятся. Тут, правда, большую роль играет яркость тела. Есть у нас такое, так сказать, по интенсивности излучения, вот как было сказано там. И есть еще, так называемый, так сказать, яркостный прибор, который по яркости, по цвету яркостный и цветовой. Где максимум цветового излучения. Ну, понятное дело, что от звезд просто свет спектр раскладывают и смотрят, в какой полосе спектр наиболее интенсивный. Дело в том, что температура, длина волны максимума излучения тоже связана с температурой. Есть такой закон Вина. Лямбда, значит, пропорционально, по-моему, четвертой степени, обратно, или единица на лямбду, пропорционально четвертой степени температуры. Кажется так вот. Вот, закон такой есть Вина. Или четвертой степени частоты излучения. Вот он так вот и нам излучает оттуда. Пропорционально этой степени. Чем, значит, горячее тело, тем голубее его излучение. Говорят, что есть такие сильно нагретые в космосе объекты, когда в двойной звезде одна звезда за счет приливных сил разрушает соседку свою и перетягивает на себя ее вещество. Вещество это, когда падает, разгоняется очень сильно. Представляете, в мощном гравитационном поле вещество очень сильно ускорилось, падает. Поэтому, когда падает, оно приближается к центру, оно сжимается, страшно разогревается. Вот эта вот разогретая, страшно разогретая плазма излучает чуть ли не там ультрафиолетовое и даже рентгеновское излучение. Рентгеновские источники есть, рентгеновские источники излучения в космосе, в том числе и рентгеновского теплового излучения. Ну там, что только не начинается еще излучение, это тормозное и так далее. Но об этом, как говорится, в другой раз. Но факт остается фактом. Вот таким способом тоже можно измерять температуру удаленных тел. Есть прибор, вот когда у нас тут началась перестройка, у нас стал рынок открываться. К нам много везли из Запада на выставки демонстрировать приборов тепловидения. Тепловизор вообще прибор такой стратегический. Можно ведь разведку с его помощью вести, можно в темноте что-то наблюдать, какие-то предметы. Ну скажем, ночной прицел. Понимаете меня, да? И еще такая сложная. А этот тепловизор, он еще и цветной тепловизор. То есть в зависимости от длины волны теплового излучения, вот мы, например, мы тепленькие, там 36,6 у нас градусов, а где-то похолоднее. У кого-то бывают руки холодные. Вот значит, не такие, как лед, хоть и говорят, руки холодные, как лед, но они просто холоднее, чем 36,6. Какие-то участки на поверхности тела, там где-то погорячее, где-то похолоднее. Вот, например, погорячее, там воспалительные процессы, или похолоднее, там закупорились сосуды, вот там спазм сосудов, и там, значит, мало крови поступает, тело холодненькое. И вот так вот, если бы вы в цвете это видели, а если бы вы видели в цвете бы это все, если бы было нагрето там до 1000 градусов, А тут там 36 этих градусов, маленькая разница, но в тепловом диапазоне, вот эта длина излучения разное чувствуется. Когда вас конвертирует этот тепловизор в обычное, значит, излучение, вы говорите, видно, где у человека, в каком месте локализуются там какие-то раковые опухоли, спазмы, воспалительные процессы и так далее. Все очень так хорошо прописано. И, кстати говоря, на солнце пятна есть, слышали? Это более холодные участки поверхности солнца. Солнце, на самом деле, имеет температуру 6000 градусов Кельвина, Цельсия. Ну, что Цельсия, что Кельвина, я едва ли сильно ошибся. Одно и то же это. Вот. И те места, где чуть холоднее оно, они нам Земли представляются темными пятнами, менее яркими, черными. Вот такие вот дела. Ну, ладно, про пятна на солнце я вам сказал. Если что забыл, припомню, вам расскажу. Ну, а пока до следующей встречи. Приходите к нам обязательно. Я вам расскажу про фотоны, про кванты света. То есть, это такой прорыв в физику 20 века, из физики 19. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok